Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Будни». Сегодня понедельник, 11 июля. О картине дня расскажут корреспонденты Бийского телевидения и я, Евгений Плохотин. И вот только некоторые темы этого выпуска. Угроза от соседа. Жители Заречья жалуются на выбросы и едкий запах. В чем причина, попыталась разобраться наша съемочная группа. Готовим вопросы. Начальник главного управления МВД России по Алтайскому краю проведет прямую линию. Болеем за наших! Бийские спортсмены примут участие в Паралимпийских играх Рио-де-Жанейро. В третий день в Бийске уже действует новый тариф на проезд в общественном транспорте. С 9 июля стоимость билетов в городских автобусах, газелях и трамваях повысилась на 2,5 рубля. Также начали продавать электронные транспортные карты. Правда, на деле оказалось, что купить их можно далеко не во всех транспортных средствах. По данному факту уже проводится разбирательство. Поэтому свидетели, возникающиеся проблемы, они, наверное, безусловно, пока еще будут. Нужно будет оперативно решать, чтобы никаких неудобств для жителей не было. Сегодня на плановом совещании в администрации Бийска начальник отдела транспорта и связи Дмитрий Брызгалов отметил, что только за два дня было продано больше двух тысяч единых транспортных карт. Однако, как нам стало известно, купить электронный проездной билет смогли далеко не все желающие. Одним попросту не досталось, другим ответили, что не продают. Эту информацию мы направили в администрацию. Там пообещали, что в ближайшее время все вопросы будут урегулированы. Напомним, что карта дает скидку в размере 50 копеек. Если при наличном расчете стоимость проезда составляет 17 рублей 50 копеек, то обладателям карты проезд обойдется ровно в 17. Вот такого вида карты. Их можно приобрести у кондуктора, у водителя транспортного средства. Пополнение карт у нас будет осуществляться через систему город. Это все банкоматы. И в небольшой перспективе, это где-то август-сентябрь, уже через онлайн-банк. Мобильный банк. Через мобильный банк, да. Через сотовые телефоны. Безопасность подростков на особом контроле. После череды трагических случаев в разных регионах страны, когда во время отдыха гибли подростки, поступило очередное поручение провести внеплановые проверки. В нашем городе создана межведомственная комиссия. Представители разных структур, в том числе Роспотребнадзора, Госпошнадзора, прокуратуры, еще раз внимательно осмотрели оздоровительные учреждения Бийска. Внеплановые проверки прошли в четырех лагерях. Это Лесная сказка, Нина, Ракета и Чайка. В итоге специалисты заключили, лагеря Бийска соответствуют требованиям. Никакой угрозы здоровью нет. За ту проверку, которую мы провели, в общем-то комиссия сделала заключение, что наши лагеря соответствуют требованиям безопасности. Да, по отдельным лагерям, по отдельным вопросам были даны рекомендации, но они не являлись нарушением требований безопасности, а лишь были направлены на улучшение, ну или на оптимизацию какой-то работы. В целом в лагерях на сегодняшний день безопасные условия созданы. И к другим темам. Угроза от соседа. Жители улицы Красильникова жалуются на выбросы и едкий запах. Кто в нашем городе загрязняет атмосферу? Подробности в нашем сюжете. Окна в своем доме Галина Сыщук открывает редко. Говорит, от воздуха с улицы задыхается, а в комнатах оседает черная пыль. Вот, видите, оно все покрыто вот этой серой грязью. Сажа и неприятный запах впервые появились на улице Красильникова осенью прошлого года. Жильцы сразу же связали эти неприятности с началом работы котельной. Не вывесить белья, не просушить одежду, все покрывается вот этой грязью. Вот я вам показала. Я ничего не прошу, я денег не прошу. Ничего мне не надо. Мне нужно, чтобы был воздух нормальный. Это не только мне. Здесь поселок огромный. Другие жители улицы Красильникова, как и Галина Ивановна, опасаются за свое здоровье. Из труб они регулярно замечают цветной дым. Красный, оранжевый и зеленый. По их мнению, помимо угля, котельная сжигает опилки, мазут и химикаты. Но это лишь домыслы. С ними жильцы и пошли по инстанциям, жалуясь на работу котельной. После поступления жалобы на выбросы из котельной номер 30, расположенной по Горького 212, и нашим предприятием совместно с Роспотребнадзором, с Росприроднадзором, были произведены замеры на санзоне возле тех потребителей, которые жаловались, и в устье дымовой трубы. После проведения проверок превышение вредных веществ не выявлено. То есть все выбросы и работа котельной находятся в нормативном режиме. Специалисты заключили выбросы в пределах нормы. Однако жители ответом не удовлетворены и готовят повторное обращение в природоохранную прокуратуру. В Бийске УДН на горячую воду начали считать иначе. Многие горожане уже увидели, что сумма в квитанциях Бийск Энерго выросла в несколько раз. Это связано с тем, что государственная инспекция выявила несоответствие в начислениях и обратилась в суд. И выиграла его. А вот что касается потребителей, то здесь от нового порядка расчетов выиграли далеко не все бийчане. Какие-то жители по квартирам, по домам выиграли, какие-то проиграли. Но в целом дом остался в том же объеме и в том же начисление, которое было. Нельзя сказать, что кто-то выиграл, вернее, какой процент жителей выиграла. То есть, естественно, тут зависит еще индивидуальное потребление и площадь квартиры. Как правило, это связано. Чем больше площадь квартиры, тем больше человеку приходится на УДН. То есть, и вот эти квартиры, зачастую, они оказались на сегодня в проигрыше. И в выигрыше оказались те квартиры, которые больше потребили индивидуального потребления, потому что у них стоимость за индивидуальное потребление стала меньше. Но если при этом еще и квартира площадью маленькая, то они выиграли хорошо, то есть в перерасчете. Отметим, что оспаривая решение государственной инспекции, компания «Бискэнерго» дошла до Верховного суда. Но там оказались на стороне жилищной инспекции. Причиной для изменения методики расчетов в первую очередь послужили многочисленные жалобы граждан. Они хоть и получали прежде квитанции с понятными кубометрами, но по привычке все равно переводили общие затраты в стоимость одного куба горячей воды. Как правило, цифры, полученные в одном доме, значительно отличались от соседских показаний. Вот и выходило, что куб горячей воды был без определенной стоимости. И вот эту, казалось бы, многим вейчанам несправедливость исправили. Начисление платы за тепловую энергию на услуги горячего водоснабжения, на индивидуальное потребление, то есть потребление в жилых и нежилых помещениях, производится с учетом расхода тепловой энергии на нагрев в теплоносителе в объеме 0,058 гигакалорий на метр кубический. Разница полученная, разница в объеме потребления получена как разница между показаниями общедомового прибора учета и тем объемом, который получен по индивидуальному потреблению в жилых и нежилых помещениях, он распределяется как плата за тепловую энергию на горячее водоснабжение, представленная на общедомовые нужды. Вот этим только внесен и изменен порядок. Более подробно, как начисляют ОДН на горячую воду, можно будет прочитать уже завтра в газете «Бийский рабочий». Ну а мы продолжаем. Смотрите далее в программе. Игровой зал на Центральной улице. Игорный бизнес закрыт. Организатор может нарваться на штраф в полмиллиона рублей. Готовим вопросы. Начальник главного управления МВД России по Алтайскому краю проведет прямую линию. Болеем за наших. Бийские спортсмены примут участие в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В Бийске приостановлена деятельность очередного игорного заведения. Зал с игровыми автоматами располагался на одной из центральных улиц Бийска. Клиентов заведение принимало круглосуточно. О том, что на улице Васильева предлагают сыграть на деньги и выиграть, полицейские выяснили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Игрозависимых бийчан принимали в одном из офисов на первом этаже пятиэтажного дома. Осмотрев помещение, сотрудники правоохранительных органов изъяли 8 игровых автоматов, а также документы, черновые записи и денежные средства в размере 40 тысяч рублей. В действиях сотрудников данного заведения усматриваются признаки состава преступления. Это незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Если вина будет доказана, то предпринимателю грозит штраф до полумиллиона рублей. Начальник Главного управления МВД России по Алтайскому краю Олег Трубаров готов ответить на ваши вопросы. 13 июля в течение двух часов он будет принимать звонки жителей нашего региона. Спросить у руководителя Главного управления можно все, что касается компетенции органов внутренних дел и работы различных подразделений полиции. В прямой линии также примут участие руководители подразделений следствия, дознания ГИБДД, подразделения по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных и других служб. Итак, прямая линия состоится в среду, 13 июля. Задать вопросы главному полицейскому краю можно по телефону 393-173, код города Барнаула 3852. Звонки будут принимать с 17 до 19 часов. Многие бейчане уже пользуются скидками в крупнейших магазинах нашего города. Как такое возможно? Общественно-политическое издание «Бейский рабочий» выдает клубные карты своим подписчикам. Их обладатели смогут окупить стоимость подписки скидками от партнеров газеты. Лариса Реднова – агент по подписке «Бейского рабочего». Помимо доставки газет у нее появилась еще одна задача – выдача клубных карт. Вот такие карты мы предоставляем нашим подписчикам. Обладателем очередной карты стала Валентина Андреевна. Она выписывает «Бейский рабочий», как говорит, всю жизнь. А клубная карта стала приятной неожиданностью. Но подарки на этом не закончились. Дата выдачи карты совпала с днем рождения подписчицы. В частей целой редакция газеты подарила Валентине Андреевне книгу «Городские истории» из библиотеки «Бейского рабочего». Еще самое важное. «Бейский рабочий» дарит вам клубную карту. Так как вы являетесь читателем этой газеты, мы дарим вам клубную карту. Держите, я вам вручаю, она ваша. Теперь с этой карты Валентина Андреевна сможет покупать продукты, а также аптечные товары со скидкой. Клубная карта дает подписчикам скидки до 15% во многих городских аптеках и магазинах, еще в кафе, барах, а также на стройматериалы и садоводческие товары. Клубную карту смогут получить подписчики газеты «Бейские рабочие», которые подписались на вторую полугодие 2016 года или на весь год. Выдача клубных карт уже началась. Получить их можно у агентов по подписке или в редакции «Бейского рабочего». Подробности на страницах газеты и на сайте bwork.ru. Диана Козлова, Иван Зяблицкий, Будни. Бейские спортсмены примут участие в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Такой новостью сегодня в социальных сетях поделилась Светлана Богомолова. Отрадно, что в составе российской сборной будут представители нашего города. Успешные выступления «Бейских пловцов» на всероссийских и мировых первенствах позволили им пробиться в основной состав. На Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро выступят Роман Жданов, Юрий Лучкин и Егор Ефросинин. Спортсмены тренируются под руководством Елены Соколовой. Сейчас пловцы вместе с наставниками находятся на тренировочных сборах. Напомним, что Паралимпийские игры стартуют уже в августе. Что ж, мы желаем бейчанам удачи и, конечно же, болеем за них. И о погоде. Завтра, 12 июля, в нашем городе будет малооблачно. Возможен небольшой дождь. Ночью плюс 17, плюс 19. Днем плюс 26, плюс 28. Что ж, это все новости на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам приятного завершения этого дня. Будьте здоровы. Ну и, конечно же, друзья, улыбайтесь чаще.